Приветствую вас. Я думаю, что самым оптимальным вариантом для вас в данной ситуации было бы, наверное, выразить свои чувства по поводу того, что произошло. То есть в том смысле, да, что если вас что-то задело, если вам это неприятно, либо если вы почувствовали, например, что, ну, если вы ощутили, например, что вам некомфортно, что вы хотите что-то прояснить, вот. То в таком случае вам, ну, желательно бы это выразить. То есть выразить, ну, вот эти чувства своему партнеру, вот. И, соответственно, получить от него, от партнера, ну, некую обратную связь. Возможно, имеет смысл поисследовать свои чувства в данном направлении, поисследовать свои чувства в том смысле, чтобы определить, почему вам эта ситуация показалась странной конкретно вам, почему она показалась странной, чем она показалась вам странной, чем она показалась для вас странной. Вот. И, соответственно, если в этом направлении поработать, если в этом направлении поисследовать, то я полагаю, что будут найдены некоторые аспекты, которые вызывают у вас, условно говоря, сомнения. И вот, с этими сомнениями, да, и нужно, соответственно, работать. Здесь, возможно, не желание, не умение положиться на себя, здесь, возможно, отсутствие какого-то базового доверия между вами и мужчиной. И, как бы, потребность, ну, потребность положиться на человека в большей степени, в соответствии чего его действия вас напрягли достаточно сильно. То есть, это все такие вот моменты, которые желательно бы поисследовать вам. И, соответственно, после исследования уже будет понятно, что вам делать. Либо это чисто неожиданность и такое шоковое, лёгко-шоковое состояние, вы просто этого не ожидали. И оказались неподготовлены к тому, что произошло. Либо речь идёт о ваших, например, собственных переживаниях, ваших собственных страхах, которые необходимо осознать и изменить своё поведение в соответствии с тем, что за ними стоит. Вот, в принципе, и так. Ну, и ответить себе на главный вопрос, что стоит на пути простого вопроса. То есть, спрос, вопрос, вопрос, задать вопрос мужчине, относительно вот его действий, относительно его поступков, относительно его поведения, поведения, поведения. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите. Личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!